шалом уважаемые дамы и господа с вами раввин алекс артовский малина роща москва сказал раби шимон пусть молитва твоя будет искренней просьбой мольбой обращенной к всевышним в шестнадцатом веке аризаль раби цхак лури ашкенази молился в роша шана во молитва была принята небесами и ему открылось что есть еще один еврей молитва которого было принято небесами наравне с молитвой резали он обратился к этому еврею это был один из тех кто решил вернуться назад в лоно еврейства он был из семьи насильно обращенных в христианство простой еврей который когда услышал вопрос аризаль а просто сказал я думаю что вы ошиблись раби я еще полностью не овладел святым языком я знаю всего десять букв от алиф дают аризаль настаивал и сказал расскажи мне детально как ты молился этот праздник роша шана он сказал ему раби я пришел в синагогу я понял что моя жизнь прошла мимо великих еврейских традиций я не знаю и не умею молиться не стало обидно я использовал весь свой багаж все свои вот эти 10 букв для того чтобы обратиться к всевышнего я просто начал их перечислять алиф бэд гиммель далит ей вап зайд тет ют и я говорил это и повторял со всем воодушевлением искренне обращая все эти буквы к богу я просил всевышнего ответить мне и тогда аризаль сказал твоя молитва построена из тех букв из них построились предложения из них построились фразы и они достигли самых высших миров которые только возможно было этот рассказ уважаемые дамы и господа говорит нам о том что мы с вами иногда попадая в синагогу иногда и просто пытаясь молиться всевышнему мы не полностью владеем святым языком да и в принципе на русском не очень-то мы владеем техникой молитвы но никто не отменял воодушевление и желание попросить у творца с этого момента пусть не будет у нас сомнения что святой язык он выше всех языков молитвы и даже если мы умеем молиться на русском читаем текст может быть стоит добавить к этому несколько букв из святого языка шалом шалом